Сегодня в Республике Молдова официально зарегистрировано более 7 тысяч пчеловодов и около 160-170 тысяч пчелосемей. Ежегодно наша страна производит от 3,5 до 4,5 тонн мёда. Мёд – это результат работы пчёл, которые собирают нектар, пыльцу. После того, как пчеловоды мигрируют и идут к этим основным медоносным плантациям, после каждой выкачки мёд уже складируется в хороших упаковках, в хороших условиях для хранения. После он уже предоставляется или на рынке, или для тех предприятий, которые заготавливают на экспорт. Производимый в Молдове мёд в основном является натуральным, утверждает председатель Национальной ассоциации пчеловодов. Всё потому, что он, если подвергается, то только у очень незначительной и необходимой переработки. Пока у нас очень низкая культура потребления мёда, и поэтому в основном более 75%, даже, можно сказать, и 80% и уходит на экспорт. 99% экспортированного мёда оказывается в конечном итоге на полках стран Евросоюза, несмотря на достаточно высокие требования к качеству. Практически остатков антибиотиков должны равняться нулю в мёде, то есть они не должны присутствовать. И поэтому начинается первое от того, какие препараты для борьбы с клещом, для лечения пчёл применяют пчеловоды. Конечно, мы стараемся довести информацию до них, чтобы они применяли только биологические препараты. К примеру, если нормы Евросоюза на обнаружении или на присутствие клараума финикола примерно 0,3, то все импортеры требуют, чтобы оно не превышало 0,0,1. И это, конечно, приводит к большим затратам на проведение анализов. У нас в Молдове сейчас практически это трудно сделать. За границу мёда отправляется через длинные торговые сети в бочках, что создаёт дополнительные препятствия. Так, на данный момент. Среди главных целей пчеловодов в Молдове значится обнаружение участков рынка, которые позволили бы продавать уже расфасованную продукцию напрямую потребителю. Есть и другие актуальные тенденции в данной области. Для того, чтобы получить основную прибыль в селе пчеловодом с пчеловодства, это означает сократить и увеличить объём производства, увеличить количество, сократить физического труда. Это означает механизировать, автоматизировать, до максимума сократить вмешательство человека. По словам Штефана Кондрутюка, самой остро ощутимой проблемой остаётся недостаточно высокий уровень поддержки, оказываемый сектору пчеловодства. Председатель ассоциации утверждает, что 90% пчеловодов не имеют доступ к финансированию предоставляемому государством посредством субсидий, так как они являются физическими лицами, а программы и законодательства предусматривают субсидирование только для юридических лиц.